я приветствую вас на канале узоры по петель на с вами я ирина ягодинская и сегодня я к вам вот с этой красотой вот с этим великолепием посмотрите оцените красоту этого узора узор никаких сложностей вывязывание не имеет это полу ажур выглядит он великолепно воздушно с узором справится даже начинающий любитель вязания если вам понравился узор если вы хотите иметь такую красоту у себя в копилочки оставайтесь я покажу схему и мы вместе по петель на свяжем это великолепие перед вами схема узора на схеме указаны лицевые ряды они нарисованы черным цветом и указаны два ряда изнаночными они нарисованы красным цветом изнаночные ряды нарисованы потому что некоторые действия мы будем производить в этих изнаночных рядах в остальных изнаночных рядах которые не указаны на схеме все петли вяжутся по рисунку то есть с изнаночной стороны мы вяжем ту петлю какую видим видим лицевую вяжем лицевую видим изнаночную вяжем изнаночную накиды с изнаночной стороны в рядах которые не указаны на схеме мы будем провязывать изнаночной петлей провязав восьмой изнаночный ряд мы возвращаемся в начало работы и начинаем уже в следующем ряду как бы в девятом повторять всю схему с первого ряда раппорт узора есть и в ряду что такое раппорт раппорт это постоянно повторяющаяся часть узора раппорт состоит из 7 петель для того чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания этого узора число петель в наборном ряду должно делиться на 7 плюс один раз две петли это петли симметрии у нас раппорт начинается и ряд и раппорт начинается двумя изнаночными петлями а заканчивается совсем по-другому вот для того чтобы наш узор и начинался и заканчивался одинаково мы прибавим еще один раз две петли и будем провязывать и в конце ряда тоже двумя изнаночными петлями чтобы и правая и левая сторона нашей полочки или нашего изделия которые мы будем вязать были симметричными ну что ж быстренько подытожим число петель в наборном ряду должно делиться на 7 плюс один раз две петли петли симметрии и плюс две петли кромочные что мы видим на схеме горизонтальные черточки и красного и черного цвета это изнаночные петли все вертикальные черточки и красного и черного цвета это лицевые нолики и красного и черного цвета это накиды черный треугольничек у которого гипотенуза показывает в правую сторону это две петли вместе лицевой с наклоном вправо а вот красный треугольничек у которого гипотенуза показывает влево это две петли вместе лицевой но с наклоном влево Большой вот такой вот жучок или крестик или звездочка, кто как назовет, этот символ означает, что мы провяжем 3 петли вместе и вывяжем из этих 3 петель вместе 3 лицевые петли. Вот эта вот пирамидка из трех черточек, соединенных вместе, означает, что мы провяжем 3 петли вместе лицевой. Ну что ж, вроде все объяснила, вроде все рассказала. Еще раз обращу внимание, тех, кто невнимательно слушал, на схеме указаны 2 изнаночных ряда. Это четвертый ряд, это видно по нумерации, и восьмой ряд. Они указаны потому, что мы будем производить изменения в этих 2 изнаночных рядах. Все остальные изнаночные ряды, которые не указаны на схеме, мы будем провязывать по рисунку. То есть будем вязать ту петлю с изнаночной стороны, какую видим. Накиды в этих рядах изнаночных мы будем провязывать изнаночной петлей. Давайте свяжем образец. Я наберу 2 рапорта по 7 петель, это будет 14. Прибавлю 1-2 петли симметрии, это будет 16 петель, плюс 2 кромочные 17 и 18. И еще хочу вам сказать, когда мы будем вязать какое-нибудь изделие, не важно, покрывало это, подушка, кардеган, джемпер, кофта, палантин, что угодно, мы будем вязать из какой-то базы. То есть от резиночки, либо от какой-то планочки. И наш узор будет ложиться ровно и красиво. Но сейчас, когда я буду вязать образец, я не хочу начинать образец прямо с наборного ряда, потому что он будет топорщиться, загибаться, будет некрасиво лежать. А мы ведь хотим увидеть красоту этого узора. Поэтому, чтобы мой узор красиво лежал, я сейчас, набрав петли, провяжу 1-8 ряд изнаночный. Он у меня будет как базовый. Я распределю в этом восьмом изнаночном ряду петли. Правильно они займут у меня положение. И, развернув работу на лицевую сторону, у меня уже все петли будут на своих местах. И будет готова база для вывязывания узора по схеме. У меня на спицах необходимое количество петель. И сейчас я быстренько провяжу восьмой изнаночный ряд. Он у меня будет базой. Кромочную снимаю не провязанной. Я ведь вяжу с изнаночной стороны. 2 петли лицевые. 5 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. Еще 2 петли лицевые. 5 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. 2 петли лицевые. Кромочная изнаночная. Разворачиваем работу. Мы на лицевой стороне работы. Все петли у меня на своих местах распределены. И мы приступаем к вывязыванию узора по схеме. Первый ряд узора. Кромочную петлю снимаем не провязанной. 2 петли изнаночные. Это разделительные петли. Количество этих петель можно изменять. Можно оставить 1 изнаночную. Можно сделать 3, 4, 5. Можно сделать 2 мережечка, 2. В общем, как подскажет вам ваша фантазия. В этом случае у меня 2 изнаночные. Это не закон. Это предложение. Думайте, усовершенствуйте, изменяйте. Творите свои узоры. Итак, 2 петли изнаночные. 1 петля лицевая. Накид. 3 петли вместе лицевой. Можно провязать 3 петли вот так вот, ничего никуда не переставляя. 1 лицевой. А можно поменять среднюю петлю местом с первой. Попробуйте и тот, и другой вариант. Какой вам больше понравится, так и вяжите. Накид. 1 петля лицевая. Мы с вами провязали раппорт узора. Продолжаем. 2 петли изнаночные. 1 лицевая. Накид. 3 петли вместе лицевой. Накид. 1 лицевая. 2 изнаночные. Кромочная. Изнаночной петлей. Разворачиваем работу. Это второй ряд. Он изнаночный. На схеме его нет. А значит, мы провязываем в этом ряду петли по рисунку. Какую петлю видим, такую и вяжем. Накиды провязываем изнаночной петлей. Вот он накид. Провязываем его изнаночной. И еще раз изнаночной. 2 петли лицевые. 1 изнаночная. Накид изнаночной. 1 изнаночная. Накид изнаночной. Еще 1 изнаночная. 2 лицевые. Кромочная изнаночной. Мы провязали второй ряд. это был изнаночный ряд третий ряд узора лицевая сторона кромочную снимаем не провязанной две петли изнаночные 1 петля лицевая перед нами 3 петли мы должны провязать их вместе и вырезать из этих трех петель опять-таки 3 петли вводим спицу сквозь все три петли провязываем все три петли одной петлей накид это уже две петли и еще раз все три петли провязываем один раз из трех петель мы вывязали 3 петли 1 петля лицевая мы с вами провязали раппорт узора повторяем 2 петли изнаночные 1 лицевая из трех лицевых петель мы вывязываем 3 петля накид и еще одна петля 1 лицевая 2 петли изнаночные кромочная изнаночной разворачиваем работу мы на изнаночной стороне сейчас будем вязать четвертый ряд простите это изнаночный ряд и этот четвертый ряд есть на схеме поэтому мы будем вязать его так как нарисовано на схеме кромочную петлю снимаем не провязаны 2 петли лицевые 2 петли изнаночные 1 изнаночная 2 изнаночная накид 1 петля изнаночная еще 1 накид 2 петли изнаночные 1 2 мы с вами провязали с изнаночной стороны раппорт повторяем 2 петли лицевые 2 изнаночные накид 1 изнаночная еще один накид 2 петли изнаночные подряд 2 петли лицевые кромочная изнаночной мы провязали 4 ряд это изнаночный ряд он есть на схеме пятый ряд узора лицевая сторона кромочную снимаем не провязанной две петли изнаночные перед нами треугольничек 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо для того чтобы петли наклонились в правую сторону нам необходимо простите нам необходимо их развернуть вернуть на левую спицу под растянуть чтобы было удобно провязать их слева направо и они наклоняются в правую сторону 3 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном влево эти петли мы разворачивать не будем никогда мы провязываем их вместе и они благополучно наклоняются в левую сторону сами 2 петли изнаночные 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо те что право разворачиваем всегда развернули вернули на левую спицу под растянули и провязали их слева направо 3 петли лицевые 1 лицевая 2 лицевая 3 и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево эти разворачивать не нужно 2 изнаночные, 1 изнаночная, 2 изнаночная, кромочная тоже изнаночная. Мы с вами провязали пятый ряд узора. Шестого ряда изнаночного на схеме нет, поэтому мы этот ряд вяжем по рисунку. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Не спеша, не торопясь, никаких сложностей здесь в узоре нет. Каждый любитель вязания справится без особых трудностей и сложностей. Провязали шестой ряд изнаночный. Вот что у нас получается. Вот такая красота. Седьмой ряд узора. Седьмой ряд. Все петли в седьмом ряду от первой и до последней провязываются по схеме. Смотрим по схеме. Изнаночными петлями. Невзирая на то, какую петлю мы встречаем по пути, каждую петелечку мы провязываем изнаночной петлей. Довязали ряд. Разворачиваем нашу работу. Мы на изнаночной стороне и перед нами восьмой ряд. Восьмой ряд есть на схеме. Поэтому мы вяжем его так, как нарисовано на схеме. Кромочную снимаем непровязанной. Две петли лицевые. Пять петель изнаночных. Раз, два, три, четыре и пять. Две петли лицевые. Раз, два, пять петель изнаночных. Раз, два, три, четыре и пять. Две лицевые. Кромочная изнаночной. Мы с вами провязали раппорт узора в высоту. Следующий ряд узора. Начинаем вязать по схеме с первого ряда. Как видите, сложности нету никакой. Узор просто великолепный. Смотрится очень красиво. Сложностей в работе нету никакой. Минуточку внимания, капельку терпения. И вот такое великолепие украсит вашу работу. Не важно, что это будет. Что вы придумаете, то и будет. Главное, чтобы вы нашли применение этой красоте. Сохраните себе в копилочку этот узор. Пользуйтесь, вяжите красивые вещи. Радуйте себя, своих родных, своих близких. Получайте удовольствие от вязания. А я желаю вам благополучия, вам, вашим семьям. Мира надежного, надежного, долголетнего, может быть, даже вечного мира у вашей страны. Спокойствия, здоровья вашим родным и близким. Вашим ручкам не болеть, мои дорогие труженицы, вязальщики и вязальщицы. Пусть у вас все будет хорошо. Берегите себя. Ваша Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok